Мы восхищаемся хаосом. Нет, нет, нет. Всем хай, с вами Юджин, и сегодня у меня ноль часов, полночь на часах. Я записываю это видео в полночь, и это Beast Inside. Я буду стараться быть очень тихим, и не пугаться, как маленькая сучка. Потому что иначе соседи мои испугаются гораздо сильнее. Поэтому я тихо приступаю к игре. В принципе, у нас довольно-таки лайтовая часть сейчас должна быть. Свет, солнышко, лето, и никаких монстров, призраков. Итак, у нас... Мы проснулись. Что это за древние руины? О, посмотрите на мои руки! Что за херня творится? Где я? Как, черт возьми? Кто-то вырубил меня, когда я был на руинах? Ах да, мы же были... Зачем меня притащили сюда? Мы же были в той гостинице. О, что за музыка такая неприятная? И как мне добраться до дома? Глава 7, укрытие. Прикольный саундтрек, смотрите, там лагерь какой-то. Нужно найти дорогу домой. Она ведь не подскажет, да? На всякий случай будем сканировать. Очень тревожно как-то. Ладно, я думаю, здесь особо нет смысла сканировать. Давайте посмотрим на это. Там лежит карта. Вот! Хорошо, что я сюда пришел. И где мы? Кристальное озеро. Охотничья вышка. Радиовышка. Лагерь. Хорошо, давайте возьмем. Если верить карте, дом должен быть где-то рядом. Нужно просто пройти через эту пещеру. О, посмотрите, документ. Не знаю, когда это произошло. Я проснулся и понял, что ночью мою жену подменили. И кто-то чужой выдает себя за близкого мне человека. Я был напуган, но не подавал вида. Блин, это очень стрёмно. Представляете, такое вот у вас случится. Если вы знаете, что это точно не он. О, пошел в комнату сына рассказать ему, что какая-то злая женщина притворяется его мамой. Он спал, поэтому мне пришлось разбудить его, нежно дотронувшись до плеча. И начинается рассказ любовный. Раскрыв глаза, мальчик удивился. И меня осенило. Это был не мой сын. Не знаю, чей это был ребенок, но явно не мой. Поглощенный страхом, я выбежал в коридор. Обхватил колени руками и изо всех сил пытаясь преодолеть головокружение. И когда я вновь выпрямился, передо мной стоял мужчина. «Ты кто такой?» – закричал он. «Что ты делаешь в моем доме?» Я не ответил. Это было слишком. С такой наглостью я еще не сталкивался. Но когда я попытался схватить его за горло, моя рука уперлась в зеркало. Чужак тут же распался на миллион осколков. Он кричал моим голосом. «Ой, мне страшно, мне страшно это читать». Это правда неприятно. А это что такое? Уверен, с его помощью можно открыть что-то. Надо хорошенько шарить по лагере, чтобы, не дай бог, ничего не упустить. Ой. Ой, я испугался. Ладно, давайте пойдем просто... Так сказать, чуйку нашу используем. И мне кажется, надо идти по тропинке. По-любому. Да, 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 конечно. Вот для чего нужен этот рычажок. Ну что такое? Неудобно здесь. Система кручения сделана. Серьезно, ей богу. Вот, я наловчился, кажется. Побежали. Сейфка. Войти в пещеру. Опять через пещеру будем идти. Вот она. Это что? Это просто срубленный сук. Это даже не пещера, это ущелье. А это что такое? Здесь мы были или нет? Очень знакомое место, там мост. Сейчас я буду идти лучше по дорожке. А то заблужуще еще, не дай бог. Ну-ка, вот здесь что? Всякие потайные места. А-а-а. Может быть нам нужно все-таки использовать карту? Предметы. Нет, записки. Карта. Ой-ой-ой, приходите. Вход в пещеру. Руины. Вот мы здесь. По-моему, вот как раз таки мост, который я видел. А вот старый дом. Короче, нам нужно... Да, вот радиовышка. И что, мы туда можем прям попасть? О. Нет, мы не можем за разобраться. Мы можем спуститься к реке, а это как раз таки есть к мосту. Но погодите, а в ту сторону, в другую тогда что? Любопытство, друзья, оно берет вверх. Здесь нельзя? Твою мать. Их что, серьезно повесили? Кто-то правда убил этих людей и оставил здесь их тела? В этом сраном богом забытом месте? Куда? Куда мы с Сэмой только переехали? Блин, 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 блин. Смерть всем предателям. Какие-то психи считали этих людей предателями, но почему? Отправились на маккартистскую охоту на коммунистов? Или дело было в чем... Возможно, это провокация против меня. Я не знал слова, которое я читал, поэтому я прочитал вот так смешно. А, блин. Еще... А, это другой мост. Нужно поторопиться, Эмма там совсем одна. Ммм... Ммм... Ой. Вот мост. А вот здесь мост нигде не показан. Тогда... По-любому нужно вот в эту сторону. Ладно, пойдемте просто и... Или не стоит. А, нет. Мне кажется, надо все-таки идти вот сюда. Пойдем туда. Забить. Давай, перепрыгнем. Ну, специально же проход сделали, нет? А могло бы быть так просто. Да, пойдем сюда. Мне кажется, это правильный путь. Ты понимаешь, ты можешь пойти и по одному, и по другому. И найдешь разный контент. Прыжок. Странно сделано. Не люблю вот эти стенки. Плюс по мне, я бы мог допрыгнуть, как мне кажется. Я все рассчитал. А, ну вот меня сюда и поставили. Я должен по этому мосту идти. Окей. А мне почему-то казалось, что я приду в начало, откуда я бежал изначально. А, ну вот она, пещера. И снова это проклятое место. Пройти через пещеру. Вот здесь конкретно мы и не были еще с вами. Ой, мама! Мама! У меня горло болит. Я не хочу орать сегодня. Боже, неужели это... О, блин, блин. Что это было? Что за... Слушай, я впервые такое вижу, чтобы... Детишку так жестко убили. Вот он лежит. Наверное, наверное, они отравили меня. Ну как, кофе? Возможно, они не подсыпали в кофе. А может, все это дело в передатчиках и их изучение воздействует на мой мозг? Это мальчик. Мальчик погиб. Ладно, пойдемте. О, блин. И удар номер три. Не нужно? Нет. Все. Не понимаю, откуда здесь свет. Здесь вообще ничего не должно быть видно. Кромешная тьма должна быть. Ау. Ой, думал, сейчас будет скример. Но нет. И снова новая механика. Заметили? Опять что-то добавили в игру. Теперь мы должны пробивать себе путь. С помощью кирки. Вау. Ничего не скажешь. Это очень красиво. Природа, она такая прекрасная. Хотя, по сути, это просто хаос. Мы восхищаемся хаосом. Нет, нет, нет. Хорошо, что я сориентировался Давай, ползи Сейчас будет шпион, да, передо мной Блин, едва уцелел Окей, бежим Они хороши, черт возьми Ничего не скажешь Пытаются сломить меня, но я все эти советские штучки Заметил их, но вида не подам Блин, да что ж так быстро Короче, останавливайте Нам либо сюда, либо вот в это ущелье Анусной погибели Оно здесь пустое Здесь ничего нельзя сделать, тупик Тогда только сюда Вот сейчас прям темно становится уже Поверхность, она прям так вот рядом Господи, что это за шахты Мы можем? Мы можем разрезать Окей И что здесь? Окей Можем пойти в эту сторону А если пойти чуть дальше, вот сюда Что мы увидим? Тут сюда прям можно идти Нет Твою ж налево Это что? Что получилось? Что случилось? Где я? Я упал куда-то? Я типа упал куда-то, но я не понимаю Откуда я упал Потому что там поверхность прям очень близко Попробуем посмотреть здесь Все, я запутался Короче, давайте В следующий раз будем идти Только к тем предметам, которые подсвечиваются Вот эти вот Проверочки Всякие любопытства Они к добру не приведут Оу Вот мы где Хоп Смотрите Нам нужно пароль угадать Это очередная загадочка Что это? Чё, прыгать не могу Я не могу прыгать А, всё Здесь написано B Равно Ой, мама B Равно U Неужели мы должны снова использовать этот диск? B Должно быть Равно U Вот U Нет B должно быть сверху Вот так А снизу Должно быть А чё, нижняя часть не крутится? Блин В таком случае Всё Вот так вот и запомним А теперь нам нужно будет найти какую-то записку Где будет шифр Надо Вот сюда вниз Надо пойти посмотреть А, чёрт, решётка Мы же можем, да, здесь Мы можем здесь ходить Нет Не можем В общем В случае, если мы упадём Мы не сдохнем Здесь всё рассчитано Куда же нам тогда? Понятно Поймите, снова пробежимся здесь Надо как-то вот сюда попасть А, я понял Как раз-таки я упал И оказался вот в этом месте Но убежал в другую сторону Я не могу попасть Вот Идём Пытается меня запугать Это основа любого контроля Дура Чё, думаете Вам получится меня сломить? Тушить животного? Несколько трупов? Серьёзно? Вы за кого меня принимаете? Так А теперь я не понимаю Где я нахожусь снова Вернуться домой Новая цель Это что, был сайт квест? Это, походу, был дополнительный квест Ну, не знаю Мне интересно Мне интересно попробовать его Каким-то образом Раскрыть Тот сундучок Возможно, это нужно Ну, стали бы разработчики Делать такой манёвр Заставлять бежать Фиг знает куда Оставить сундук А потом Возвращаться Заставить за ним Окей, прыжок Прыжок U равно B Это же точно U Ну, вроде как U Ладно, я не знаю Давайте попробуем Пойти дальше Потому что я там Не видел других ходов Идём сюда Может быть, нас заставят Вернуться в итоге Или, может быть Мы... Вон наш дом Или, может быть Мы вернёмся Вообще потом В другой Главе Почему бы нет Опа, это что За место такое? О Верёвка Мы можем спуститься А, ну потому что Здесь всё, да? Хорошо Пойдёмте спускаться Ну, я уже понял В принципе, сюжет У чувака Крыша поехала, да? Это стандартно Довольно-таки Я и думаю Что тут реально Какие-то монстры Просто у него Мания, преследование Ну, это всё Из-за того Что он жертва времени Жертва обстановки Политической Мы здесь Можем пройти? Да Чёрт, вы коммуняки Никуда от них Не спрячешься Но если я кому-нибудь Расскажу Посчитают психом Этого коммунисты И хотят Так, они ломают Думают Короче, я не могу Это читать Очень быстро Нет, потому что Я вам так просто Не сдамся Ну, прикольно Прям звучит Как Как уже Одержимый Он параноик Нужен ключ Окей, гоу Домой Эмма Где Эмма 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 Её нету Значит, либо подвал Вот здесь, да? Как сюда Ну, конечно Закрыт Эмм Может быть Тут Нет Погодите Радио Также он заявляет Что это могло быть Известно Боссу Макдорманд Биллу Беркмэну К другим новостям Несколько американских Ныряльщиков Умерли от переохлаждения Погрузившись на глубину 160 метров Мой офис Сюда Родная, что случилось? Почему? На улице стоит Где тебя носило? Где, чёрт побери, тебя носило? Ну, ты сама знаешь Я хотел Отыскать Почему ты плачешь? Что? Шесть часов Чего? Тебе не было шесть часов Ты вышел и просто пропал Я не пропал Просто пытался избавиться От этих проклятых чуш... Жучков Каких жучков? О чём ты? Ты оставил меня одну И какой-то псих Проколол нам шины Ты серьёзно? Я вызвала шерифа И когда мы стояли снаружи И этот парень вломился В твой кабинет В смысле вломился? Шутишь, что ли? Чёрт, телеграммы Этот сукин сын забрал телеграммы Шериф заметил разбитое окно И как только мы зашли в дом Погоди-ка Кто разрешал тебе впускать незнакомцев? Они ведь рылись в моих вещах Он шериф, а не незнакомец К тому же... Тоже мне шериф Ты не представляешь Насколько избирательны люди Пытающиеся до меня добраться Могут представиться кем угодно Как ты не понимаешь От того, чем я занимаюсь Зависит судьба миллионов Ты меня совсем за дуру держишь? Я позвала на помощь Потому что кто-то нас преследует К тому же этот парень Не мог далеко уйти За ним погнался шериф Не веди себя как урод Это мне грозила опасность Мне, а не твоим Безымянным миллионам Блин, ну и бардак Надеюсь, он оставил следы Нужно осмотреться Осмотреть следы Вот это имеет в виду Да, он оставил следы Нужно тщательно обыскать кабинет Возможно, устройство обнаружит следы Погодите Бинго Он выбрался через окно И, скорее всего, побежал к мосту А, закрыто Все, Милдред, я пошел Эмма Прости Кажется, я что-то упустил Сначала нужно найти все улики А Стул стоял вот так Вот здесь Что же он тут делал Может быть, что-то Вот тут вот В шкафчиках Свечки Гребаные свечки Повсюду Ну-ка Читать Чтобы изучить деятельность Известных мировых криптоаналитиков Ага, необходимо Это все Вот он Для чего Мне кажется Тот замок Тот сундук Который мы нашли Как раз таки Вот С помощью вот этого Решается Угу Тут есть UB Есть GB Могу, там было GB Фиг его знает Сейчас Неважно Мы ищем Улики Что же Еще Ничего не понимаю Осмотреть Следы Ну Я осматриваю А здесь Что-нибудь Погодите Что это Записка С изображением Воробья Думаю Кто-то хотел Чтобы я нашел ее Но зачем Читать Берегитесь Ласточек А я сказал Что это Воробей Ну я и лох Я даже не подумал Правда Ласточка А не воробей Взять И как это Понимать Угу И Все Теперь я могу Блин Нет Все не так Просто Что-то Еще Должно Быть Что-то Еще А где Это Еще Раз С Воробьем Ничего Нету Ладно Давайте Это Все Открывать Ой Что бы ни случилось Не выходи из дома И никого не выпускай Пока я не вернусь А это вот все Опять Оставляешь меня одну Сдурел Этим уже занялся Шериф Успокойся Шериф не представляет С чем имеет дело Если он вообще тот За кого себя выдает Он ничем не поможет Не будь параноиком Полиция на нашей стороне На нашей стороне Нет никого Эмма Никого Нет смысла оставаться здесь Нужно добраться до него Пока он не исчез Из радара Эти телеграммы Чрезвычайно важны И он это знает Возможно снаружи Обнаружится еще сигнал Главное не потерять след Невооруженным взглядом Я ничего не вижу А вот локатор Поможет Помочь Поможет помочь нам Шериф похоже Отправился к мосту Стоит начать поиски оттуда Вот Вот кабинет Вон сидит Эмма Там сидит она Не вижу ее Ага Вот в эту сторону Значит Ой Есть Засек Засек Я засек Это вот мост Вот Он перебрался через мост И скрылся в лесу Что это По крайней мере Я знаю В какую сторону идти Но мы уже здесь были Шериф наверняка Где-то неподалеку Посмотрю Рядом с мостом Мы уже прям здесь Вот Кажется Я на верном пути Ладненько Идем сюда А вот сюда По-моему Уже не шли 32 35 Мы потихоньку Усиливаем сигнал Мы уже здесь 45 Да Просто бежим по тропинке Оп Секунду Усиливается Усиливается 50 Нам что На ту сторону Надо? Оу 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 Как же нам туда Перебраться? Вот Сигнал становится Сильнее Я подхожу Все ближе Вот в эту сторону Где он? Вон он Говнина лезет, а? Он поднялся наверх И перелез Перерезал веревку Окей Нам нужно обойти Вот здесь И просто представьте Как это выглядит Со стороны Я нашел Я нашел всяких Подходил всяких предметов Кирку вытащил Из Трупа Мальчика И бегаю с ней Рушу камни Я же кучу камня добыл Кстати говоря Можно построить Каменный дом Пару фаундейшенов И никакой шпион Не пройдет Все мы правильно идем? Дэвид Оооу А здесь красиво Они меня отвлекают Специально Отвлекает мое внимание Шестьдесят четыре Шестьдесят восемь Шестьдесят восемь Вот он ты Прям стоишь Отсканировать Твою задницу Черт Это электрический забор Нужно придумать Как отключить ток Иначе я не доберусь До этого говнюка Как отключить ток? Надо все провода Перерезать Начнем Конечно же С красного Куда ведут Эти провода? Holy shit Ага Стой 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 Откройся Один готов Осталось разобраться С остальными Но это не сложно Ой как далеко Не ведут Все можно убрать Этот сканер Нафиг Ааа Вот туда аж Вижу 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 Как бы нам тут Спустить В лесенку Не пол А я вижу Хорошо Мы тут Где провод? Куда он ведет? Вот он Готов Еще один Остался последний Должен быть сюрприз На третьем Да? Согласитесь По-любому так сделают Я правильно Иду правильно? Сейчас они Какой-нибудь Адовый Скрибер И последний Зеленый провод Я вообще не понимаю Куда он ведет Вот на ту вышечку А ну все просто Короче есть И есть Крюк Позорный бросок Есть Ну что ты не лезешь Ах ты Гребаный ящик Хотел помешать мне Вот и все Теперь у меня Не убьет толком Ура Мы не можем здесь пройти Придется обходить Хочу 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 На кладбище На Firewatch Помните эту игру В Firewatch Какая была Замечательная игра Но это тоже Крутая Электрический забор Зачем он здесь Чтобы не пустить нас Судя по всему Я может быть Могу просто Тупо открыть Сначала нужно Отрубить электричество Есть Гоу Хорошо Ищем Есть Вон Радиовышка А Ну мне здесь Нельзя пройти Я должен Каким-то Другим способом Вот так вот Вот так вот Обойти Справа Смотрите Что за место Если бы я в жизни Увидел такое Я бы не смог Спать потом Потому что у меня Очень неприятные Вот ощущения От этой Решеточки Ведущей Не знаю куда Под скалу Окей Сейвка Началась Но мы не на кладбище Идем Нет Есть Часовня И Вышка Нам на вышку Точнее не вышка А просто пожарный пункт Нет Пожарный пункт Но кстати Вот он Вышечка У нас 90 Нет Где этот Здесь Вон он стоит Говно Он был в здании Но дверь заперта Пойду за ним Дальше Нашин ключ Вот сюда А ну все Получается На сторожевую вышку Нужно идти Надеюсь Найду там Всегда Он сходит из башни Надеюсь Найду там Пару Злаковых Батончиков Ружье И кроватку Чтоб поспать Черт Не то чтобы я боюсь высоты Но тут Нужно быть осторожным Кто нибудь из вас Хотел бы Вот так вот Несколько Не знаю Месяц провести Вот На такой вот Сторожевой вышке И болты пинать Мне кажется Я бы Попробовал Мне кажется Что-то в этом есть Иногда Знаете Я От одиночества Только больше вдохновляюсь Чем когда Много людей Меня окружает Есть время подумать Спокойно Не отвлекаясь Но иногда Это не работает Иногда Одному Скучновато Так Что у нас здесь Вот Стоит Решает Свои задачки Уравнения Аномалия обнаружена Да чтоб тебе Вон она Хорош Хэдшот И И все А что Я был прав Его здесь нет Нужно смотреться Кажется он что-то здесь Прятал А что я его даже не отсканировал В итоге Хорошо Он что-то здесь прятал Давайте смотреть По сканеру Наверное Нет Так мы ничего не найдем Ага Что это Жучок Да Это жучок От хижины Ключ от хижины Должно быть Это ключ от коттеджа Посмотрим Что там Сам коттедж Какую сторону был Сюда Да Вот он Вот он Подвал Нужно выяснить Как открыть Этот сраный подвал Он очень сраный Кажется Провода Все дело В проводах Так я просто Воробую внутрь И устрою Парню трепку Пока он Надеюсь Его английский Лучше чем мой русский Ой Изменилось все Освещение изменилось Ублюдки Они знают о нас все Они следили за каждым Нашим движением Даже здесь Где мы должны были Исчезнуть С их радаров Презентацию 3 минус 1 Плюс Что это значит Похоже этот компьютер Плевает дверью в подвал Но где достать пароль Дверь заперта Но надо ввести пароль А Четыре цифры A B C D Какие Сброс пароля Через Ой Ой-ой-ой У нас будет 11 секунд Чтобы понять пароль Ему все Оно известно Он словно спит С нами В одной постели Адам проснулся В 5.21 Хотя до познания Мог заснуть Эмма встала В 8.40 Затем они вместе Позавтракали Когда она спросила Хорошо ли ему Спиться в новом доме Он солгал Ответив утвердительно На самом деле Он спит По 5-6 часов Иногда меньше И это не единственное Что он утаивает От своей жены Хотя Эмма тоже Не до конца честна Со своим мужем Оба утверждают Что полностью доверяют Друг другу Но на деле Это не так В наше время Никому нельзя доверять Даже самому себе Странный доклад Какой-то Несухой доклад Я думал Будет такой Что делает это Делает то Делает это Делает то О Наш дом Наша машина Когда мы приехали Он уже дожидался нас Ой, что-то неприятно Написано Все трое Это мразь знает О нашем нерожденном ребенке Все трое на месте Как будто эксперимент Да Я вижу тебя Полка Я вижу, что ты светишься Но сначала я пошарю А вдруг А вдруг Зря Погодите Это Это проектор Нужно просто слайды вставить Для этого их нужно найти Здесь нет ничего Нужно найти слайд Потеряно Что-то я не уверен Он не говорил про копии? Надо было думать об этом раньше Он уже знает больше, чем нам хотелось Куратор обеспокоен Нам предстоит серьезный разговор Кто за всем этим стоит? Когда это началось? Если они меня раскрыли, то почему не украли телеграмму раньше? Ну реально, сейчас это все звучит Как будто бы это эксперимент Итак, чтобы пароль не сбросился Нам нужно его Заранее выработать Вычислить каким-то образом Пойдемте вот в эту сторону Так, здесь в шкафах ничего нету О, здесь еще второй этаж есть Ох, нам тут шарить придется Термохромный пигмент Окей, не успел Пигмент Чего? Что я должен сделать? Надо что-то туда положить будет Что этот ублюдок задумал? Жучок Он отметил все места с жучками Места, где расположены передатчики Отмечены на карте Похоже, я нашел их все Значит, все это время они прослушивали нас? Черт Он следил за каждым моим шагом Но что конкретно он имел в виду? Почему он постоянно переходит на заглавные буквы? А, нашел что-то под половицей Когда заносил коробки на чердак Его маленькая находка гораздо важнее, чем ему могло показаться Порой, мне кажется, словно она чего-то боится Хотя переезд состоялся по ее прихоти Он виделся с Де, но не подозревает ни о чем Де контактировал с кем-то еще Ох, без сомнений могу сказать Мне все видно и все слышно Окей Он все еще в замешательстве Он не понимает смысла моих действий Не понимает моих мотивов Он считает, что у меня плохие намерения Она подумала, что с ним что-то произошло Звала на помощь Именно в критические моменты Раскрыть истинные намерения человека проще всего Я все вижу и слышу Ни одна деталь не убежит от моего взора В холодной войне участвуют не только нации Но и отдельные люди Нас разделяет железный занавес Но скоро его не станет Тут какое-то слово зашифровано Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, двенадцать, тринадцать Четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один Двадцать одна буква, два слова Я рискну предположить, что вот где все написано Тоже будет двадцать одно, да Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, 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 нет все не так а может быть мне подставить записки нет не могу не работает это ладно тогда дальше наверх вот сюда я чувствую нам придется все это дешифровать тысячи раз мы так устанем может на стоит нажать на эту кнопку окей ага книга по шифровкам некоторые страницы отмечены читать доктор лоуренс уотерхаус криптография понимания и освоение шифров ох прогрузилась страничка спартанский шифр скитала один из старейших инструментов шифрования использовавшийся в еще в древней греции широко применялся в том числе и спартанцами отсюда и название спартанский шифр представляет собой цилиндр и узкую полоску пергамента которые обматывали вокруг него по спирали только тот у кого был цилиндр такого же диаметра мог правильно прочитать сообщение шифр цезаря шифр подстановки техника названа в честь известного римского политика юлия цезаря который использовал ее для шифрования своей переписки этот простой метод заключается в замене каждого символа в открытом тексте символом находящимся на некотором постоянном числе позиции левее или правее него в алфавите энигма портативная шифровальная машина изобретена немецким инженером артуром шербиусом она состояла из комбинации механических электрических подсистем энигма шифровала отдельные буквы с помощью электрического тока вращающиеся роторы постоянно изменяли маршрут сигнала и кодировали сообщение с помощью поле полеалфавитного шифра текст зашифрованные машиной энигма впервые были расшифрованы в 1932 году польскими крипто аналитиками марианом риевским генрихом зыгальским и ежи ружицким их работа помогла команде алана тюринга взломать код энигмы который использовался вермахтом не во время второй мировой войны это очень прикольно хорошо давайте завершим осмотр сейчас я думаю на этом стоит сделать паузу друзья мы продолжим обязательно в следующий раз мы расшифруем все послания и узнаем все тайны которые скорее всего приведут к тому что мы сами все это придумали и у нас паранойя это пока вот мое предварить предварительное такое суждение скорее всего она будете таким я очень надеюсь по крайней мере а хотя даже если он будет таким то все равно игра крутая потому что сам процесс мне очень нравится нравится переход от стрёма к детективу шпионским играм это очень интересно огромное спасибо друзья что смотрели с вами был юджин люблю вас всех не забывайте лайкать комментировать подписываться на канал вступайте в группу в вк в стиме в инстаграм очень все мои соц сети ссылки будут в описании под видео если будете подписываться на канал а вы должны это сделать обязательно то не забудьте про колокольчик и тогда у вас будет уведомление о видосах иначе все пропускать будете ну в общем короче все с вами был юджин и все пять